Газету? Зачем? Есть новые какие-то способы, там есть видеоролики, можно делать посты в интернете, и это уже называется, ну, это более популярный способ, не сухую информацию. То есть, имеет ли смысл тогда издавать газету? Или не имеет смысл? Если имеет, то те люди, которые издают газету, какой у них есть успешный опыт? И в принципе, мы уже знаем, что есть люди, которые до сих пор издают газету, издают газету, но этот опыт их опыта никак не обознателен, он не исследован, он не озобан. В общем, постановка проблемы гель-скепсис, и надо озабрать... Теперь картинка пропала. Ну это не страшно. И надо просто озабрать опыт, который есть. Значит, по формату у нас будет ведущий, ведущим буду я, в его функции задавать вопросы, которые будут обсуждаться, и, значит, у нас есть модератор, и те функции будут заключаться в том, что мы будем двигаться далеко в сторону. Садись за временем. Мы уже начинаем, как я говорю, тоже, но давайте начинаем. Итак, давайте начнем с того, что каждый участник откажет о своем опыте, который говорит по газете, какую газету издаёт, название, тираж, периодительность, цели, ситуацию, в которой начали издавать газету, и от каждого типа поэтик отдали. Ну вот, да. Пока такие вопросы. Не, опять-таки, очень глубоко, но вот как рассказать, как предсказать газету. И давайте начнем, наверное, с тех, кто сидит в зале, потом подкрыться к тех, кто... Может по солнышку? Ну ладно, раз я рядом... Ты рядом, поэтому вводим на сценарий. Ну, это даже хронологически правильно, потому что газета, в издании которой я участвовал в качестве редактора, она издавалась с 2001-го, при активной работе, до 2009-го года. Всего вышло там порядка 45, что ли, то, номеров в общей сложности. Вот это общий... Вот это общий... Значит, вот так выглядит... Выглядела она... Какая-то передовая статья... Чаще... А, поднимок? Что? А, камера подним? Или свет? Да. Камера. Так я и говорю, может нам вот так поближе сесть, подвинуться? Куда? Да. Да, конечно. Восток убрать. Мы все сдвигаемся так, чтобы было удобнее. У нас все-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Значит, вот газета, да, вот она. Вот так. Чаще всего получалось у нас восемь полос формата А4. В 2001, вот я сейчас освежал память, в 2003 мы выпускали это через типографию. То есть я в Word делал верстку. В типографии издавали там до трёх тысяч экземпляров мы выпускали. Вот. Газета была ориентирована на работников ТЭКа, то есть топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга, на членах профсоюза в первую очередь, который назывался сокращённо ПРОФТЭК. На предприятии тогда работало порядка десяти-двенадцати тысяч человек. В профсоюзе, где численность стабильно падала из года в год, в начале, в 2001, там было где-то порядка полутора тысяч человек. В конце 2009 год она упала где-то до 800-900 человек. И продолжала потом падать, пока профсоюз в 2015 году вообще даже не прекратил работу и не ликвидировался, не прошёл процедуру ликвидации. Но это отдельная история. Предприятие было в принципе депрессивное. И наша цель заключалась не в том, чтобы профсоюз усилить и сделать более многочисленным, хотя мы тоже задавались такими вопросами, а сохранить его численность и поддерживать какую-то связь между подразделениями. Просто в профсоюзе, вон, на предприятии, оно раскидано по городу было и пригородом. Это сотни производственных точек. Там в хотели, например, да, где работает по одному-двуму человекам в смену. Вот. И таких сотни по всему городу. И, конечно, связь с ними очень была затруднена. Газета была подчинена, значит, вот, задаче наладить такую связь. В лучшие моменты, у нас были светлые моменты, о которых я расскажу похоже, это удавалось. Значит, численность вначале была, тираж был вот до 3000 экземпляров через типографию, а перед выборами Матриенко в типографию пришли гости из одного учреждения известного и запретили наши, значит, бюллетени сдавать. Тогда мы перешли на собственный принтер. Вот. И тираж, это оказалось правильным выбором. Нам помогли в ФСБашнике, можно сказать, потому что 3000 совершенно был избыточный тираж. Мы делали от 300 до 500 экземпляров, разбрасывали это все по подразделениям, а там сами размножали дальше уже. Об этом я тоже чуть-чуть попозже скажу. Значит, источник финансирования исключительно средства самого профсоюза. Материалы мы брали почти исключительно по ситуации на предприятии, в профсоюзе, и я что-то еще брал по ситуации в других профсоюзах города и даже страны. Вот. Что еще в представление нужно добавить? Что это? Значит, периодичных, да? В идеале иногда мы выдерживали раз в месяц, но чаще всего получалось раз в два, три и даже иногда еще реже. Правда, мы тогда выпускали вот там до 16 полос получалось. Вот. И про обратную связь тоже потом, да? Да. Ну вот. Вот. Все. Хорошо. Спасибо. А цели издания? Да, да. Я сказал, что мы были озадачены поддержанием, получением обратной связи из подразделений и информированием их о том, что происходит у нас. И отчасти это получалось. Хорошо. Здравствуйте. Ну, я сюда пришел по приглашению Сергея, не мог ему отказать, так как мы сотрудничаем постоянно в последнее время. Я представляю, соответственно, Рабочую партию России. И мы, как Рабочая партия России, выпускаем несколько газет. Ну, то есть, именно к Рабочей партии России относится такая газета, как «За рабочее дело». Ну, вот так она выглядит. Тираж ее – 30 тысяч экземпляров. Выходит она один раз в месяц. Выходит чисто на партийные взносы, то есть финансирование из партийных взносов идет. Так как партия у нас, представители партии, члены партии находятся по всей России, соответственно, есть редакция, которая выпускает эту газету, но вот в таком формате. Затем есть люди, которые непосредственно печатают. Есть группа, которая занимается распространением газеты. Ну, каким образом распространение? Это главпочтампы отправляют под посылками в те регионы, где заказывается эта газета, где есть члены партии, потому что у нас есть лист партии, и каждый член партии должен участвовать в таких делах, как распространение газеты, а также в последнем съезде было постановление, чтобы каждый член партии именно не только распространял газеты, но и поставлял материалы газеты в наши, соответственно, писал статьи и развивался каждый член партии в этом ключе. То есть для нас обязательно закончить Красный университет, быть подкованными и писать статьи. Итак, мы пишем все статьи, все это стекается в редакции, формируются газеты, ряд коллегий печатаются. Еще раз повторюсь, непосредственно эта газета за рабочее дело 30 тысяч. Еще непосредственно есть газета от Фонда Рабочая Академия, называется «Рабочая правда». Народная правда, она выходит два раза в год с тиражом 37 тысяч. Ну понятно, вышла газета, ее отправили по регионам, и в регионах ее получают партийцы и распространяют. Наш опыт показал, что распространять их на митингах или, например, в метро, в автобусах, где-то там, в таких точках оказалось бесполезно, а дальше, в принципе, никакой. Поэтому сейчас наша позиция – это распространять непосредственно на предприятиях, на крупных предприятиях, ну, соответственно, регион, есть предприятия, люди понимают, где это нужно, и на проходных распространяется эта газета. Ну, а дальше именно то, что мы хотим, повысилось. Газета также, вот, например, я принес, у меня оказалось совершенно случайно несколько, ну, не случайно, я ставил для себя, потому что это была целая акция, то есть вот непосредственно у нас проходили забастовка докера в четырнадцатом году по поводу коллективных договоров, и так как члены нашей партии, являясь консультантами у докера, соответственно, было предпринято вот непосредственно, вот, видите, «Правда труда» вот здесь вот стоит, выпустил газету, тогда это именно докер, чтобы освещать забастовку, чтобы ориентировать, но, опять же, точно с такими же целями объединить всех людей и перебить другие источники информации, которые были непосредственно запущены от, ну, от владельцев порта. Вот такая вот интересная газета. Выпускаются эти газеты, то есть непосредственно «Правда труда» выпускается с девяносто первого года, а «За рабочее дело» выпускается с девяносто второго года. Вот как раз вот так. А «Передительность»? Ну, «За рабочее дело» выпускается раз в месяц, и «Правда труда» выпускается один раз, ой, два раза в год после Российского комитета рабочих, после РКР. То есть, как бы, подводит итоги РКР и выпускается эти два издания. А «Попить ее» можно назвать предприятие, ну, в «Примирной отрасли» или в «Саме предприятие»? Где «Примирная отрасль»? Кто страненец? Вот это сведение. Именно я не владею, у нас есть конкретные люди, которые отвечают за север, юг, запад, восток. То есть, и по этим моментам конкретно всю эту информацию знают. Именно это и это. Ну, можно сказать, например, что на «Миралке» все всякое распространяло, как бы, «Невский завод косметики». Ну, то есть, по факту, все производства, которые хоть как-нибудь имеют какой-то состав людей рабочих, то есть, целевая группа чисто рабочие. Еще раз говорю, от раздачи рядом с метро и на митингах, ну, можем на митинге принести просто, ну, чтобы… А «Питер и Югия» сколько дается, ну, понятно? Не, известно, не известно, в тысячах количества, но я не знаю. Ну, основная часть, наверное. Основная по регионам уходит. Так, ну, давайте дальше, наверное, переходить. Я так понимаю, Олбск. Олбск нас слышит? Олбск, прием! Вы нас слышите? Да, да. Слышим-слышим, что надо рассказывать? Можете, да. Как рассказать о кодите? Хорошо, сейчас… Название, терапия, бизнес, какие предприятия? У нас где-то защита и факел. Вообще, мы начинали с того, что распространяли газету «МПРА», поскольку мы начинали свою работу непосредственно с «МПРА» в 2015 году. Но потом мы начали самостоятельную работу. И, точнее, как было, сначала мы работали с «МПРА», а потом мы стали делать свое собственное приложение к газете «МПРА», поскольку сочли нужным освещать проблемы на конкретных предприятиях нашего города. То есть сначала это было предприятие «Трансмаш», крупное военное предприятие. Там потом был каучуковый завод, высокие технологии. Ну вот три завода, которые я очень хорошо помню. Потом, когда мы перестали работать уже с «МПРА», мы стали распространять только свою газету и сосредоточились на работе по этой газете. Со временем мы стали налаживать контакты с товарищами из Барнаула. В Новосибирске приезжали к нам люди. Вот. Наш опыт понравился им. Так появился как бы факел. То есть уже межрегиональная газета такого же формата, как «Наша защита». Смог информации с предприятий, освещение проблем, которые на этих предприятиях присутствуют, ну и продвижение идеи об объединении с грудящими. Мы сразу разграничили свою работу кружковую, то есть марксистскую, и работу по направлению профессиональной деятельности, чтобы не отпугивать людей, которые не поддерживают левые идеи. Плюсы такой работы я лично вижу, во-первых, в том, что газета объединяет людей с кружка, например, вокруг оптической работы с трудящимися. Это очень важно, поскольку, когда ты ограничен, например, раздающей чужой газетой на проходных, ты не устанавливаешь нормальные связи с трудящимися. Когда ты работаешь над собственной газетой, то тебе необходимо собирать информацию для нее, как минимум. То есть тебе необходимо искать контакты в рабочей среде, разрабатывать какое-то конкретное предприятие, общаться с этими людьми и в процессе еще учиться все это делать, что очень важно для дальнейшей работы. Потом необходимо учиться всю эту информацию перерабатывать для написания статей. Необходимо учиться работать в коллективе для того, чтобы эта газета зашла нормально. Ну, это что касается создания самой газеты непосредственно. Потом, когда она уже существует, все это позволяет налаживать еще больше контактов с трудящимися. У нас есть несколько человек, которые пришли вот в наш коллектив и сейчас активное участие в нем принимают именно по газете. То есть откликнулись на этот призыв. Я думаю, что стоит дать слово, наверное, товарищу, который по газете пришел. Семен, ты тут? Да, я здесь, но у меня камеры не работают. Ну, не важно. Рассказывай, какие у тебя впечатления были, когда ты билет убил? Ну, скажем так, я шел непосредственно на работу, смотрю, стоят ребята молодые, раздают, что-то раздают. Ну, интересно же посмотреть, да? Ну, до этого вот стояли, ну, всего один раз стояли, до этого рекламу раздавали какие-то чуваки. Ну, смотришь газету, газета интересная, почитал, здраво пишут, позвонил, созвонились, встретились. Встречались где-то, мол, на нейтральной территории на тот момент в кафе. По столу познакомился с ребятами. Так как я человек с левых взглядов, то решил, это тема здравая, надо это развивать. И присоединился к ребятам. Плюс у нас есть товарищ, там, еще с другого предприятия. Вот, если тогда несколько человек пришли именно по газете. Что тут еще можно добавить? Добавьте, добавьте про тираж. Тираж, Семен, последний какой был? Последний тираж? Три тысячи. Три тысячи, ну, сейчас на скидку не скажу по скольким предприятиям. Ну, где-то около десятка предприятий. Примерно так. То есть, в зависимости от... Несколько основных, где нас уже знают, и есть запросы. То есть, получается, у рабочих уже есть запросы, что, вот, ребята, вы почаще, напишите такую-то статью. То есть, либо по телефону, либо непосредственно газету раздают ребята и подходят, спрашивают чего-то. Ну, по поводу Калуги я, конечно, стараюсь выразить, как бы, мнение именно нашей, как бы, группы Калужской, да, под нашим фактору. Но мы присоединились несколько позже уже, да. Изначально, как бы, у нас была такая задумка, ну, во-первых, помимо того, что вообще участвуют в каком-то межрегиональном издании, да, во-вторых, сделать издание не только ограничивающей там профсоюзной тематикой, но и затрагивать общесоциальные темы и, скажем так, подводить, в какой-то мере политическим вопросом. То есть, правильно, нужно разграничивать, но ровно на настолько, насколько это, вот, ну, воспринимается аудиторией, да, то есть, аргументировано, что кто-то это нужно все равно проводить. Потому что цель газеты не только в том, чтобы, ну, там, остановиться, допустим, переться вот в профсоюзную тему и все, да, она, чтобы, как бы, Извини, я тебя прерву, если можно, сейчас коротко, название, тираж, целевая аудитория, цель и так далее, очень коротко. А скажи, где распространяйте? А где распространяйте? А про целевую аудиторию подробно уже? А в этом попозже? Мы, в которой успеваем, как бы, это дело, потому что предприятий достаточно много. Мы пробуем, проверяем, обратную связь получаем, если получаем, хорошо, если не получаем, ну, как, потому что тираж ограничен, мы не можем делать, там, несколько тысяч экземпляров, да, у нас просто не хватает столько. И людей тоже достаточно немного, поэтому, ну, пробуем, проверяем, поощупаем. Наиболее крупные предприятия, мы стараемся регулярно обходить и получать от них какие-то отзывы, в том числе, по статей, и даже материалы предлагать, и написать какие-то туда. Ну, пока лучше. Назови предприятия, какие? Ваши, поддерживают, да, обратную связь, это самое главное в этой газете, потому что без нее она просто умирает. Это негативный пример профсоюзных газет некоторых, да, которые просто тянулись одной силами одной редакции, материалы высасывались из пальцев, в конечном итоге они все исчезают из поля зрения, и рабочим они неинтересны просто. Можешь назвать тираж последний? Сколько был? Ну, сколько мы могли заказать, мы столько взяли. Ну, это где-то район, там, 700-800, ну, за тысячу штук. Пару предприятий, к примеру, можешь привести? Ой, у нас тут PSMA, Volkswagen, турбинный завод, вот, потом, что мы недавно ездили на Continental, Talens, шинный. Спасибо. Мелких еще несколько предприятий есть, ну, по мере сил мы, конечно, их обходим, но так уж. Хорошо, давайте перейдем пока к следующей части, да, и, ну, чтобы понятно было, да, по формату у нас будут разные части, где в каждой части мы обсудим и фидбэк, и другие моменты, но после... Так, ну, что, второй блок, да, у нас? Так, второй блок, да. Значит, мы услышали по целям, примерно, если я так вам говорю, вообще, примерно слились. Да, что, во-первых, важно работников объединить, важно, чтобы их внимание к ПАССОЮЗу, да, если было... Ну, чтобы они понимали, что происходит, да, чтобы мы знали, что работников происходит, ну, на предприятиях, да, какие, какой у них есть запрос. Дальше... Что еще нужно сказать по целям? По целям мы также услышали, что не все ставят... Ну, то есть есть в задаче более какие-то глобальные, да, то есть влиять не только на локальный, но и глобальный, пытаться как-то подвигать подвеску. Ну, собственно говоря, конечно, систему нужно как-то обобщить, что и то, и другое, и того, и другое, нужно объединяться, и нужна следовательность, да. Меня, ну, меня сейчас интересует, конечно, следующий вопрос. Вот, мы хотим, чтобы издание было успешным, да, и вот, ну, задам вопрос так, что значит успех в издании газеты? Как его, ну, изменять? Что это значит? Да, ну, сейчас могут высказываться, в принципе, все желающие, да. Подождите, так мы же давай, вот, с концепцией и целью рабочего издания, как раз мы опять можем попробовать пройтись. Да, да, да. Ну, еще сказать, я к тому, что... По каждой газете? Люди в зале тоже, наверное, могут, ну, поднимая руку, да, как тоже высказать. А мы без руки, а вы по руке. Ну, ладно, значит, продолжаем. Значит, во втором блоке у нас критерии успеха. Как понять, когда цели издания достигаются, а когда нет? По каким критериям можно сделать вывод о приближении к цели? Ну, прежде всего, я вот должен сделать ремарку по поводу как раз вот этих целей. И я убедился. И сейчас вот по тому, как ребята рассказывают, я прихожу к выводу, что, может быть, даже всегда цель, которую мы ставим при издании газеты, не совпадает с реальными целями, которые и достижимы, и которые в виде эффектов и так проявляются. Мы можем на них при этом не обращать внимания. Об этом вот можно попозже в ходе дискуссии обсудить, потому что, мне кажется, это очень важно. У нас, вот мы сегодня тоже заикались насчет планирования в России. Опять в России планировать нифига невозможно. Все, по крайней мере, смеемся на эту тему. Так мы не умеем планировать. Вот у нас и проблемы возникают. А вовсе не потому, что планировать нельзя. Итак, значит, возвращаюсь. Как понять, когда цели издания достигаются, а когда нет? Ну вот, нам в правком звонят из подразделений и говорят, а что это вы тут написали про нас? А вот неправда. А вот давайте опровержение. Вот это прямой совершенно отклик. То есть, с одной стороны, они недовольны. С другой стороны, они прочитали. Они обсудили. У них сформировалось мнение. И дальше, это же крючок. То есть, можно к ним приехать, они дадут свою точку зрения, которую опубликуем. Что будет дальше? Они возьмут эти газеты, они их там дораспространят, они их прочитают, они их обсудят, правильно? И какое у них сформируется представление о газете? Обратная связь есть, мы можем влиять. То есть, это просто здорово. А мы можем... Ой, ругают. Это прекрасный эффект. Дальше. Звонят и говорят. Слушайте, у нас тут администрация распространяет газету вашу, но только между начальниками. А нам не дают. А пришлите-ка вы нам, до нас не дошло. Очень тоже интересно. Рассоюзную газету начинает читать начальство. Сами там на... Тираж наращивают. И вся там в управлении считают. Естественно, это порождает огромный интерес у работников. И опять же, значит, все по кругу идет. Дальше. Звонят и говорят. Слушайте, о, как классно. Вы провели опрос. Значит, вот опубликовали там Василия Васильевича, Ивана Ивановича, там, из Макова цеха, там, из такого-то там эксплуатационного участка. А можете к нам приехать? У нас тоже есть мнение на этот счет. И там, после этого мы приезжаем на диктофон, собираем коротенькие реплики по вопросу о том, что сейчас в премии отказали, например. Там вплоть до нецензурных вещей, которые мы там соответствующим образом сопровождаем. Вот. И люди невероятно довольны. И, естественно, они такого номера будут ждать. Они будут не сами, не только сами его читать. Они его, во-первых, все на память сохранят. Это мои слова. Семен Семенович, я вот сказал. И меня напечатали. Вся семья еще узнает. Все его товарищи. И не только на работе. Он еще на дачу привезет. Мы просто вот как бы разбирали такие ситуации. Вот. И опять же, если мы на это не обращаем внимания, то нам кажется, что все уходит в песок. Черт-то с два, ребята. Просто нужно внимательно разбираться и смотреть действительно, значит, какой эффект здесь достигается. По каким критериям можно сделать вывод о приближении к цели? Значит, вообще вот я в свое время поработал с грантами и с отечественными мы получали гранты и работали по ним и с иностранными. И там есть несколько уровней эффектов. То есть, как бы влияние нашего проекта на разных вот уровней. Значит, первый там это output. Я сейчас не буду подробно о них говорить, да. Это влияние непосредственно на тех, кто участвует в самом этом проекте и непосредственно, ну вот там редакция и работники. Это вот первый уровень. И здесь все совершенно очевидно и достигается. Я думаю, в каждом случае это можно проследить. Но есть следующий уровень, который называется outcome. Это уже те, кто работает с работниками, на которых воздействуем мы. Для нас это работодатель. И у нас были ситуации, вот я вам покажу сейчас один номер, который как раз распространяли даже в Смольном. Губтеку скоро крышка под вопросом. Это было связано в 2004 году. Значит, были планы приватизации Губтека. Это государственное унитарное предприятие. Вот. И слухи были самые травмирующие для людей. То есть, они думали, ну все, сейчас нас всех погонят, лишат зарплаты там. В общем, всех киданут. И вот мы это разбирали. Тем более у нас председатель профсоюза имел связи, неофициальные связи в Смольном. То есть, он получил варианты приватизации, о которых думали там. И вот все, мы это разбирали. Это имело очень серьезный результат. Оказалось, что наш профсоюз, который насчитывал меньшинство членов, работников профсоюза, да, в своем составе, был гораздо опаснее для работодателя. И они прислушивались именно к нашим предложениям в коллективный договор из года в год, нежели большой профсоюз. Больше того, когда в большом профсоюзе в подразделениях люди выдвигали какие-то идеи, которые большой профсоюз не принимал, их выборные начальники звонили нашему председателю и говорили, слушай, Леонид Николаевич, ты мог бы, Сильвер, включить в предложение вот эти вот самые вещи? И тогда они проходили. Это как раз следствие того, что профсоюз время от времени получал возможность приводить в замешательство не только работодателя, а даже городские власти. Ну и там третий уровень, это влияние уже на общество, этого мы не достигали никогда. Но это самый высший, конечно, пилотаж. Это вот что касается целей. По-моему, я сейчас пока закончил. Или так, что-то еще есть. Хорошо. Кто еще что думает по этому поводу? По поводу, что значит успех в деле издания газеты? Как понять, успешно или безупешно? Слушайте, ну, значит, можно осветить последние, допустим, какие-то наши мероприятия, так и в целом по стране. Но так как у нас печатный орган, это партийный печатный орган, и на этот печатный орган работает, по большому счету, вся партия, как в распространении, так и непосредственно в составлении этих номеров, плюс он отражает нашу политику. Ясно, что мы боремся за диктатуру пролетариата, да, у нас на первом месте классовая борьба. Но вот последние события, в которых мы активно участвовали, это непосредственно забастовка в метрострое. То есть мы подключились тогда, когда 24 человек, по-моему, тогда они вышли из шахты. Мы хотели подключиться раньше, но на нашем собрании, где-то в сентябре мы уже пытались, когда у них только начались моменты невыплаты зарплаты, мы остановились только по одной, ну, такой непонятной для нас, ну, сейчас непонятной причине, потому что кто-то испортит, сказал, слушайте, ребята, я уже работал с метростроицами, ну, то есть я их лично знаю, это касты, если ты не шахтер, это вот как летчики. Летчик, шахтер, все. Если это не шахтер, с тобой разговаривать не будут. Но потом, когда у них уже вообще ситуация зашла в тупик, мы все-таки решили дойти до них и непосредственно участвовали в съемках вот этой ситуации, распространяли на видеоканалах. И это все это нашло в печати в нашей, распространили также среди шахтеров. Ну, и как бы имеем обратную связь сейчас с ними, ну, ситуация у них там сложная, ну, опять же, да, непосредственно в своем последнем, ну, в крайнем номере, который есть вот в наше зарабочее дело, непосредственно передавиться, как раз вот уроки метростроя рассказано о том, что нужно предпринимать в том или ином моменте, но именно в их ситуации, что надо предпринимать. Расписано по пунктам, тут вот 10 пунктов непосредственно, что делать, то есть конкретные предложения по их ситуации. Опять же, они там сидят, думают и додумались за того, то есть им уже много раз объяснено, что как бы только забастовка является аудием вашим. Все остальные письма, это все несущественно, что это будет как бы пропускаться и спускаться в унитаз. Вот они сначала все-таки написали письмо, совсем недавно, может, слышали этот момент, который опять остался без внимания, и сейчас недавно они опять же провели именно забастовку, 600 человек не поднялись из шахты, то есть до этого было 20, и сейчас они поняли, что забастовка это единственное оружие, и 600 человек не поднялись. Но сейчас они рассматривают вопрос, все-таки у них есть такое мнение, что все-таки надо создавать профсоюз. Но опять же, это говорит о том, что обратная связь есть, пусть они нас как бы сейчас все равно к нам присматриваются, и напрямую, и контакт на такой, ну, активные не идут, но читают, понимают, ну, я думаю, в ближайшее время, если уж не на нашу конкретно партию, представители нашей партии в КТРе выйдут, то непосредственно в КТР, я все-таки думаю, они выйдут на органайзеров этих, и что-то получится. Но опять же, у них там серьезная ситуация в том плане, что непонятно, кому это предприятие будет принадлежать вообще, сократят ли, приедут ли китайцы, не приедут, там тоже у нас метростроечная, серьезная ситуация. Но все равно какая-то часть метростроевцев останется. Ну, опять же, это разговор о метрострое, но я просто говорю о отзыве. Опять же, вот эта вот газета «Докер», да, которую я сейчас показал, да, она тоже очень сильно повлияла. Опять же, то же самое, что вот вы рассказываете, то же самое было и на, ну, именно в порту. То есть эта газета была везде у всех, включая администрацию, и полностью перебили другие издания. И как бы администрации видят, что такое вот накат идет, и на как это влияет газета непосредственно на рабочих, они стали пытаться выпускать что-то подобное, но это уже было, как бы уже, ну, после, и не имело такого сильного эффекта на рабочих тогда, как бы, забастовка добилась полной своей цели. Ну, по ситуации, где еще распространяется, ну, тут, ну, не буду это зачитывать. По большому счету, то есть в московских регионах полно предприятий, где это все распространяется, и основной критерий, который отмечают, то есть человек, если распространил газету, он может снять видеоролик, как это распространяется, поделиться своими впечатлениями, и это в партийной переписке чувствуется, где был отклик, что повлияло, что нужно говорить, не говорить, как лучше подходить к рабочим, где лучше на проходной стоять. То есть такие вот мелочи, которые, как бы, с одной стороны, не принципиально, но когда ты берешь газету, а тебя где-нибудь вяжут какие-то охранники и куда-то там везут, непонятно, что происходит, ну, желательно это всего избегать, выдавать там, где нужно, и не нарываться на какие-то ненужные конфликты, которые просто мешают работе. Но и в дальнейшем люди, на самом деле, газеты очень интересные, еще раз говорю, что вся партия работает на эти газеты, поэтому есть из чего выбрать, есть материал, материал со всех регионов нашей страны, отвечают на злободневные вопросы, то есть, как бы, пенсионная реформа, она будет здесь отражена, позиция партии по пенсионной реформе будет высказана, по поводу коллективного договора составления будет высказана, ведутся, там, допустим, браслый университет работает, там, да, идет учеба, есть университет рабочих корреспондентов, то есть, ну, по большому счету, работает вот такой механизм, ну, который влияет непосредственно на интерес, ну, на интересность, как сказать, актуальность, интересность, там, подобные вот наших вот этих газет. Спасибо. Омск? Да-да. Вопрос надо сформулировать еще раз? Не потеряли бы с... Меня, у меня открыли. Не понял? У меня открыли вопросы. Ну, тут, значит, по критериям успеха, если говорить, то понять, достигаются ли цели издания, можно по тому, какой отклик получают... Ну, я правильно же вопрос читаю? Да-да-да. Блок-2. Один из основных критериев — это увеличение обратной связи. То есть, поначалу обратной связи почти нет по изданию, но со временем ее становится все больше. То есть, люди нас уже угнают и готовы с нами разговаривать. То есть, они уже присмотрелись в газете. И еще один критерий успеха, на мой взгляд, это возможность показать людям просто даже случайным, с которыми ты завел разговор даже на улице, например, показать газету. И она у них вызывает, опять же, интерес. Для них это выглядит солидно, потому что люди не просто говорят о каких-то проблемах в обществе или в предприятиях, а делают газету. Газета — это для людей свидетельство чего-то такого овеществленного, материального, потому что у них есть понимание, что за газетой стоит что-то, и стоит какая-то организация, какие-то люди, которые организованно работают. И впечатление людей, допустим, в этой газете и обратная связь — это не из главных критериев успеха. То, что нас узнают на проходных и с радостью берут нашу газету, это тоже, я считаю, один из критериев успеха. Ну и тут же по этим глядям можно сделать вывод. Так, что с целевой аудиторией? Наша газета рассчитана пока исключительно на рабочих крупных предприятиях города, потому что освещаются в основном их предприятия, их проблемы, которые, как правило, общие для них всех. Выбор был сделан, во-первых, потому что мы начинаем работать с Ампора непосредственно, это промышленные предприятия. Ну и потому что с такими людьми проще работать. Они компактно собраны на одном предприятии, у них примерно одинаковые проблемы, и они между собой, как правило, взаимодействуют. У них сложен коллектив устоявшийся и не очень большая текучка, как правило. И они имеют квалификацию. Но здесь все эти факторы играют за то, чтобы с ними работать. Потому что если высокая текучка, то профсоюз там не получится создать, скорее всего. Если рабочие не очень квалифицированные, то, соответственно, их легче уволить. Если они не собраны компактно в одном месте и мало между собой взаимодействуют, то гораздо сложнее наладить между ними контакт какой-то и заставить себя чувствовать коллективом. Ну, заставить их чувствовать себя коллективом. Но при этом... Можно вопрос? При этом все, что ты сказал про целевую аудиторию, все эти факторы никак не влияют на то, как именно вы раздаете. То есть вы, например, исходя из этих соображений не меняете точку раздачи. Вы там... То есть по факту вы... Кому есть возможность, тому и раздаете. Кто возьмет, тот и возьмет. Правильно? Да, Дипотова. Да, кстати, это тоже играет очень большой роль, потому что если, например, пытаться организовать сотрудников пятерочки каких-нибудь, то тебе надо будет объехать весь город и раздать газету сотрудников пятерочкой. Что как бы технически очень сложно выполнить. А здесь на предприятии можно взять 2000 газет и, в принципе, если на предприятии работает там тысяч пять человек, 2000 газет ты раздашь. Я не знаю. Семен здесь? Ну ладно, не важно. Не существенно. Да, Семен, давай. Здесь нет? Ладно, давай. Мы тогда передадим слово следующим пока. Если что, потом вернемся. Не-не-не, я еще на пару вопросов готов ответить. Да, давай. Что касается перемен взглядов или поступков людей. Ну, в первую очередь, в самую первую очередь, это переломить их отношения к профсоюзу. Поскольку на предприятиях, как правило, есть желтые френдбаровские профсоюзы, и у людей отношение к профсоюзу очень-очень искажено. И даже когда раздаешь, очень часто от тебя отрухиваются и говорят, что ваш профсоюз ничего не делает, зачем он нужен, профсоюз это лажа и тому подобное. То есть наша задача этот стереотип сложившийся у людей разбить и, значит, создать новое представление о профсоюзе, как о чем-то наработающем. И именно это же и препятствует, кстати, в основном нашей работе. Потому что наверное лучше не иметь никакого представления о профсоюзе, чем иметь такую эксклюзивность в БНП. А еще у людей зачастую искажено вот это вот представление об активистах, потому что для них это политика. Поначалу они тебя так воспринимают и они не хотят в это ввязываться. этот момент тоже нужно сломать. И в принципе это получается. То есть если на предприятии систематически на протяжении нескольких месяцев, года или даже лет узнаешь эти газеты, то у людей уже есть четкое понимание, которое эти газеты постоянно читают, что такое профсоюз, кто мы таки. Кстати, именно поэтому мы и стараемся абстрагироваться от политики, потому что те рабочие, которые откликнулись на это все, значит, они активны и с ними можно как-то работать и потихоньку их на политические рельсы ставить. Ну, собственно, на это все. Я все. Спасибо. Конор. Кого? Да, да. Ну, все я хочу добавить. Во-первых, если по газетам ФНПР, ну, я так работаю непосредственно в цеху, то могу сказать, что ну, рабочие их не читают. Есть периодические издания на каких-то предприятиях, то есть каждое предприятие зачастую выпускает свою такую ну, газетерку. где обычно написано как у нас все хорошо, как их заработки повышаются и отзыв от рабочих мы собираем там и молодежные советы и так далее и так далее. Ну, зачастую непосредственно мы где кушаем у нас столики такие мы их используем как скатерть. Сделим на эти столики вот эта газета «Веталисты» у нас выходит а наша газета все кстати очень позитивно когда ребята проводят раздачу непосредственно на моем предприятии потом ну очень приятно видеть когда идешь по цеху и видишь рабочие читают газету и она им интересна плюс я хотел бы добавить кроме отзывов очень хорошо предлагать писать статьи самим рабочим то есть непосредственно кто-то вышел на контакт а ты предлагаешь вот у тебя вот там куча-куча идей там и какая-то информация попробую написать а мы опубликуем и ему интересно там его товарищи читают смотрят вот а это я написал смотрите ребята собирают такие вот отзывы можно саму написать статью вот это как привлечение во-первых новых членов а во-вторых ну газета создается самими рабочими и для рабочих то есть вот это показать спасибо спасибо колобова колобова тут еще здесь я могу добавить потому что полиализация и так далее мы просто ловили такую тенденцию все-таки интерес именно политическим темам он стал повышаться в последнее время у нас один рабочий кстати недавно он заинтересовался даже марсистский кружок там будет поэтому совершенно абстрагируется политики нет смысла просто даже говорить об этом как-то вообще цель газеты в общем смысле это формирование классов сознания мы это как бы понимаем и просто другой подача подачи этих материалов она должна быть ровно в той мере в которой рабочие средства как бы готовы к этому основным поставить то есть получаем обратную связь соответственно мы уже рассмотрим что там можно дальше продлинуть по количеству целей то есть находиться впереди но не оторваться от своей массовки да ты бы не мог уточнить критерии успешности газеты вот прямо чётенько нет я согласен что обратную связь это в общем основной критерий то есть когда начинают рабочие сами уже предлагать новости сами писать какие-то материалы пытаются вот это самое главное то есть они не просто читают они участвуют в ее создании это для них не что-то отвлеченное что-то абстрактное а именно конкретная работа которая им нужна самим то есть они уже заинтересованы в ней ну не как читателя а уже как ну афгей вот это я все я когда говорил о том что мы обстранируемся от политики я имел ввиду обстранируемся от конкретных каких-то политических взглядов поскольку мы таким образом можем из себя отсечь людей противоположными взглядами а их может быть много зачастую ребят у меня предложение вот дискуссия политики профсоюзов все-таки не переходить это большой вопрос который еще не всем ясен в рамках всей нашей сети поэтому давайте его оставим а сейчас сосредоточимся на газете можно еще пару слов сказать еще в эту же тему по поводу того об успешности в общем за счет политики которая ведется которая сейчас поставлена за последний год тоже за рабочее дело тираж увеличился с 7 тысяч до 30 то есть потребность в регионах выросла в 4 раза в 4 с лишним раз то есть за счет того что было поставлено что все должны писать и как бы не отдельные личности а конкретно вся партия работает на издании еще раз говорю с 7 до 30 тысяч заботы увеличилось это надо особо разобрать по-моему это феноменальная шалка просто про критерию спешности не знаю что говорили но это такая цифра но я сумму оценим это сколько человек при раздаче берет газету мы обычно в самом начале не знаю из 10 экземпляров я точно помню брал 1-2 а к концу когда мы понимаем что газета зашла либо она в общем зашла то не берет один из 10 то есть для нас это такой не суперски любопытно что никто не ну то есть практически все сейчас получается находится кроме вас на ну видимо Вадима в те времена когда сдавался курьер находится на самой начальной стадии где фидбэк и особенности эти там уже присылают отзывы не призывают вот это как бы важнейший критерий а ведь возможно другие такие как создание ячейки на предприятии вот как бы деньги которые читатели газеты перечисляют я так понимаю факел по крайней мере пишут об этом у себя ну деньги естественно перечисляют то есть у нас идет даже иногда бывает что пришлют неизвестно от кого придет допустим сто тысяч то есть прислали там зацепило или же например вот здесь рабочий говорит закончить хочу свежей новостью от нашего товарища пришел на работу ко мне подходит электрик со словами дайте рабочее дело то есть экземпляр который мне на проходной дали ребятам другой цех отнес свежей газеты не оказалось отдал экземпляр предыдущий дядька поблагодарил потом добавил добавил марксизм это не догма руководство действует пошел хорошая признак дальше идем по целевой аудитории мы в принципе пока не азабар я думаю надо где-то как минимум 10 минут о ней рассказать и как охарактеризовать но собственно говоря какие меня здесь интересуют вопросы во-первых как мы можем охарактеризовать и что препятствует что препятствует чтобы они не обкрутяли деятельность появляли активно большой интерес какие там мышцы стереотипы которые у них есть в принципе об этом обсказал но я думаю что наверняка есть что добавить по этому поводу но если по целевой мы сейчас так узенько есть что добавить значит первое обстоятельство то что мы просто в ходе издания гораздо лучше стали понимать целевую аудиторию мы стали понимать что она вообще неоднородная мы-то думаем вот работники оказалось что в котельных сидят бабушки и дедушки пенсионеры которым нечего делать которые с удовольствием берут газету читают ее от конца до конца где-то подшивки делают и больше ничего не происходит есть другой ремонтный цех например или аварийно-диспетчерская служба там значит ремонтный цех это ну значит цех в котором несколько десятков рабочих они постоянно пашут там какие-то всякие там задания и только на перекурах они смотрят эту газету они ее открывают только в том во-первых они все время используют ее в качестве скатерти это же обязательно и тут как бы не нужно думать что это кстати плохо небольшая ремарка сразу значит воспоминаниях одного из большевиков в октябре семнадцатого года значит он был катаком вернее с фронта приехал Смольный посвящался с Лениным и Ленин значит ему домой говорит значит возьмите побольше декрета о земле побольше земля значит он взял мало Ленин значит своему там подчиненному говорит так весь рюкзак ему забейте значит и он говорит будешь раздавать на цыгарке вот практично здесь необходимо потому что простой человек он возьмет для чего-то своего а потом глядишь и посмотрит так что это все нормально совершенно значит итак разношерстная целевая аудитория аварийно-диспетческая служба когда-то мы работаем когда-то мы сидим тоже значит читаем но что мы читаем только то что напрямую относится к нам самим и отсюда мы как раз сделали вывод что необходимо значит первое мы сделали компанию с анкетированием связанную это отдельная большая история я надеюсь у нас будет когда-нибудь разбор анкетирования вообще вот сочетание знаете газета это как инструктор молоток анкетирование отвертка ну там и так далее да и по отдельности часто они могут не работать значит их надо соединять и тогда получается реальный совершенный эффект так вот газета в которой мы писали результаты анкетирования анкетирования которые мы проводили на общих собраниях а за одно вступление в профсоюз тут же заявление собирали мы тогда в течение трех месяцев разъездов пособрали 150 заявлений это было больше 10% профсоюза потом значит газете вот отчеты об этих анкетированиях проводили это все дает совершенно реальное оживление у людей появляются надежды ожидания письма начинают писать в этом смысле и ты целевую аудиторию начинаешь лучше знать и она тебя узнает и чего-то от тебя начинает ожидать и вот тут кстати я заканчиваю самое последнее здесь большое большое испытание их ожидания могут не совпадать с твоими представлениями об этих ожиданиях и если ты не отвечаешь не реализуешь их ожидания а не своих максистских демократических неважно они могут проклясть об этом я расскажу потом когда про анкетирование будет и станут врагами профсоюза вот так все по этой теме целевая аудитория тема какие-то конкретные вопросы да, давайте если есть кого-то да, давайте ну я просто из тех кто меня что мыслом о этой целевой аудитории ведь сложно раздавать я не знаю на учителей на самом деле на врачей хотя кажется, что легко ходить потому что это просто ресурсоемка в одной школе там не знаю 10 учителей пройдет а в детском заводе там не знаю 5000 и грубо говоря на 5000 у тебя там уйдет не знаю там минут 40 а на то чтобы раздать хотя бы на сотню учителей у тебя может идти день и это ну не знаю это проблема с которой мы сталкивались то есть когда ты берешь вот такие раскиданные коллективы если ты хочешь целевого во-вторых, здесь уже говорили целевую аудиторию захватывать через какие-то точки как мы думали в самом начале типа переходы метро и так далее не работает то есть она растворяется в общей массе и ты никакого эффекта не оказываешь вот это два и третий момент что это действительно важно какая целевая аудитория то есть у нас были предприятия на которых в принципе контингент старый ну то есть те самые бабушки и дедушки они реально отлично читают газеты но с этого никакой отдачи даже обратной связи ничего нет а есть предприятия типа Омский телевизионный завод на которые мы только зашли пару раз раздали и вот там какие-то молодые люди попались все, пошла обратная связь там раздается намного хуже намного хуже вот этот коэффициент брали у нас газеты но обратная связь намного лучше то есть наверное от целевой аудитории зависит насколько она реагирует вот тоже я скажу то есть от возраста на самом деле зависит что малой человек ну это реально так я не знаю почему вот из моего опыта он прочитав что-то в газете он начинает снять спорить он начинает дискутировать он говорит что что-то не так что что-то так а когда прочитал по моему пенсионеру ну отлично все так вот какой-то такой отклик он имеет место ну еще аспект следующий по целевой аудитории ведь мы мы идем не только но именно газета то есть газета это сдаем газеты но получается что у каждой каждой аудитории или там возраст есть свое преимущество кто-то больше читает газеты кто-то больше лазит по интернету по по всяким ну вот этим нашим форумам там подобных кто-то вообще до этого телефона интернета далеко то есть например рабочие после сорока практически с интернетом не общаются вообще в принципе после сорока когда уже развязаны когда уже в принципе у кого-то даже после сорока уже сразу после сорока внуки появляются когда нет такой глобальной ответственности за семью и тому подобное они открыты для каких-то активных действий то есть они все уже умеют все уже в жизни были и при этом они не особо сорок пять пятьдесят не особо владеют интернетом поэтому для них например газета является основным источником информации поэтому отказываться от газеты совершенно не стоит да мы еще один критерий того что у нас эта газета пользуется большой популярностью ну мы видим потому как на наши на наши эти интернетовские различные издания идет обращаемость после выпуска газеты то есть сразу идет всплеск то есть мы отслеживаем да статистику бац то есть там у нас написано там статье можно посмотреть там то и там то выйти на какой-то ресурс посмотреть какую-то лекцию там и там и сразу идет после выпуска газеты всплеск обращаемости к тому или иному там передачи или то есть я еще раз говорю что отказываться от газеты совершенно не собираемся будем развивать это дальше она находит свою аудиторию ну повторюсь что люди после сорока пяти с интернетом чаще всего ну не влада а это я думаю раз уж мы затронули вообще тему фидбэка да то наверное стоит разобрать вопрос сразу же да а именно как фидбэк ну вообще какой фидбэк есть был в газете да вот что конкретно вызывало заходило вот да и разобрать ну как вообще фидбэк наладить чтобы он был постоянно чтобы ну чтобы действительно мы получали от работников постоянно саббатную это как на собрании в своем кругу там в своем коллективе если тебе есть что-то сказать и тебе дают такую возможность и это легко ты вот руку поднял да сразу на тебя все и все слушают и ты говоришь это самый комфортный режим с людьми в общем мы обратили внимание происходит совершенно то же самое он позвонил дал какую-то новость а мы как раз верстаем номер мы туда же сразу он позвонил свой вот задает мы туда же без изменений прямо если он там согласен очень важно кстати чтобы это не анонимно было потому что иначе это ну как бы теряет актуальность люди не знают кто это сказал даже если это правильная мысль а он сам себя не узнает в этом вот если его есть подпись вот тогда очень хорошо получается вот и конечно вот это анкетирование оно позволило им самим посмотреть на самих себя я имею ввиду те аналитические статьи которые мы дали три статьи потом в газете на них был очень большой отклик совершенно неожиданно вот эти материалы совершенно реально что называется заходят и конечно то что связано с будущим предприятием что в анкете мы задавали вопрос вот я кстати Сергей у меня был в гостях я ему показывал эти анкеты все это у меня есть потом когда придет время буду все рассказывать показывать значит ситуация в предприятии отношения к профсоюзу потом ваши рекомендации по оптимизации и в предприятии и в профсоюзе и дальше готовы ли вы уделить какое-то время работе на профсоюз или на товарищи один час в неделю один день в неделю и так далее вот и получилось что мы собрали порядка если я не ошибаюсь 350 наверное 400 анкет 30 человек откликнулись что они готовы участвовать так или иначе в работе в профсоюзе например газету читали тогда вообще на предприятии наверное все почитали потому что всем было интересно именно альтернативное обычно на директор там рассказывает что как и есть или только в курилке а тут общественное мнение вот самих людей и это оказалось феноменально вообще очень эффективно вот так а потом мы еще провели второго уровня анкету там мы пытались выявить несколько человек выявили профорганизаторов ну так сказать прирожденных профорганизаторов то есть для кого как распространялось кто а значит мы ехали на собрание профсоюз в свое время он вырос из ФНПР он с боем вышел из ФНПР еще в начале 90-х с забастовкой там с большущим конфликтом вот и с одной стороны актив значительная часть актива это были действительно боевые ребята и пока вот они не умерли и не ушли на пенсию в профсоюзе все было нормально потом стало загибаться вот но структура профсоюза и в целом ряде мест руководителя профсоюзная вот оставить вот эти вот прежние которым ничего не надо только заняты и это в общем позволяло что минус это пассивность во многих местах но плюс это полная признанность со стороны работодателя и мы легально могли проводить собрание и соответственно мы с анкетами с заявлениями едем проводим собрание тут же собираем анкеты значит с людей говорим тогда-то будет газета то есть вы стоите они тут пишут в этот момент да 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 причем собрание как вообще бурный какой-то гайдпак происходил в этот момент у людей просто их никогда об этом не спрашивали что они сами думают и тут такая возможность то есть это оказывается круто просто коротко насколько это применимо в той ситуации которую ты услышал анкетирование сейчас то что касается внешнего анкетирования я думаю что здесь нужны даже не анкеты а опросы если внешне да и только по тем вот ситуациях когда мы знаем а вот тут не были или а вот тут вот там возмущены директором то есть по конкретнейшему совершенно вопрос и тогда вас увидят ты думаешь технически это можно организовать стоит на проходной да да причем могут уже не называть а за против то есть это как бы знаете но я не представляю как я стою на проходной ребята зайдите я все-таки вынужден и тему с анкетированием это интересно она всех интересует но я думаю что стоит этому уделить достаточно времени в какой раз возможно значит вернемся к вопросу Сергея чуть-чуть бэк какой был обратная связь и как получать обратную связь от авгодников какой есть опыт был Григорий может высказаться ну обратная связь еще раз говорю тираж газеты наши нарастает мы все больше и больше предприятий охватываем здесь здесь у нас здесь у нас есть именно в конце ну не в конце вообще по газете раскиданные конкретно телефоны телефоны людей которые отвечают за один ну за в принципе в партии за что-то или за определенный сектор то есть вот например я отвечаю за связь с первичными профсоюзными организациями соответственно мой телефон конкретно мой телефон есть в каждой газете и люди которые читают газету ну по вопросу именно по этой тематике могут мне позвонить в любой момент и я соответственно связываюсь со всеми регионами люди естественно идут звонки спрашивают банальные вещи как организовать профсоюз что для этого надо вот мы делаем так так правильно ли мы это делаем есть ли кто-нибудь из вашей партии здесь на месте с кем мы могли поддерживать ну и как бы мой телефон висит буквально с августа этого ну с августа прошлого года и если первые два месяца не было ни одного звонка ну понятно это все по нарастающей то в этом месяце уже пять я еще раз говорю как бы может быть это мало но на самом деле это много потому что каждый звонок по этим звонкам по пяти я понимаю что люди уже сформировали профсоюз находятся в начальной стадии им нужно просто кого-то для связи для объяснения чего как как это все сделать потому что по большому счету может быть все заметили но мы находимся сейчас в начале пути то есть вот эта пенсионная реформа которая прошла она подтолкнула народ тому что ну все в власти никто уже ну большинство не верит ищет альтернативу и мы сейчас должны эту альтернативу им показать предоставить вот наши все независимые профсоюзы они должны в этом участвовать но еще раз говорю обратная связь есть еще раз говорю там не только один мой телефон там есть телефоны других членов партии им тоже идут звонки в принципе одно и то же как создать профсоюз что есть кроме митинга как повлиять на работодателя как добиться одного второго третьего поэтому еще раз говорю газеты дело нужное и вот эта открытость который есть то есть моя фамилия есть мой телефон звоните но это вот для людей как бы понятно что ну как бы доверие такое возникает я бы хотел чтобы помнить помимо этого интернет есть видеоматериалы как раз таки ответы на эти вопросы связывается первичным можно достать какие-нибудь ссылки на ютюб или там еще что-то где-то где мы обсуждаем так хорошо ну давайте да у меня бэквиз просто не говорилось как у нас там был в Канельбовске во первых это те самые цифры то есть мы пытаемся с каждой раздачи чтобы те люди которые не участвовали они приехали и записали сколько они в среднем раздали в газет примерно какое количество они их хватили и сколько человек отказывался брать сколько они не брали иногда прям видно что после какого-то материала следующие газеты начинают хуже брать а иногда видно что следующую газету просто разбирают и если вот такие цифры очень сильно прыгают то можно сразу посмотреть чем был предыдущий материал ну проанализировать понять иногда там статистика выводится какие материалы заходят ну обычно те что касается непосредственно вот их проблем это первое второе у нас ну на тех предприятиях на которых раздаем и кстати я чуть-чуть прыгну я слушал уже по скайпу до этого почему-то не было сказано в целях и в целевой аудитории сейчас говорил ну я не знаю как остальные мы проповедуем мы стараемся органайзинг подход наверно конечная цель это чтобы появлялись первички все-таки после газеты и поэтому когда мы выбираем предприятие ту самую целевую аудиторию все-таки мы стараемся ее оценивать с точки зрения тех органайзинговых показателей которые у нас методически записаны и не выбирать те предприятия которые с нашей точки зрения очень трудозатратно с ними работать построить там первичку вот и соответственно фидбэк ну примерно у нас работает так же то есть мы потом пытаемся на этом предприятии найти контакты связаться с ними по телефону узнать их мнение о номере узнать о том возникло ли после этого желание собственно создавать профсоюз или она наоборот оттолкнула потому что иногда бывает газета зашла ее читает огромное количество людей а их оттолкнуло это от создания профсоюза они говорят нет мы этим заниматься не будем здесь вопрос удалась она или нет если в таком случае получился вот поэтому вот это второй вариант фидбэка то есть звонок и наконец третий вариант фидбэка который у нас тоже есть это вот когда в следующий раз мы идем на проходную то есть никогда не пытаемся слепую раздачу проводить а общение в момент раздачи и ты человеку прямо задаешь а читали вы следующий номер и так далее он это иногда не отвечает но это видно по его глазам по его рукам не знаю по его мимике видно знает ли он вообще об этом не знает и заходит и потом это тоже записывается и вместе с цифрами анализируется ну вот иногда бывает что люди после пары номеров просто начинают идти в отказ и ну газета перестает там заходить нужно пытаться ретерспективно понять в чем была проблема то есть поэтому фидбэк вот так вообще Григорий указывал тоже эти вещи да Сергей Панин Омск да да хотел бы добавить если по целевой аудитории то у нас основная масса это большие предприятия то есть фабрично заводские рабочие ну во первых действительно как тут уже говорили ребята что маленькие коллективы разбросанные по всему городу действительно тяжело охватить а тут ну во первых кучность а во вторых ну и газета хорошо расходится и проще получить обратную связь чтобы была обратная связь я думаю все таки надо налаживать постоянство вот именно если газета распространяется с периодичностью там извиняюсь раз в полгода то и рабочие ну блин кто вы такие они уже забудут через месяц кто вы такие во опять-таки пришли там что-то раздают если газета постоянно распространяется ну раз в месяц хотя бы то газету узнают и видят что уже это серьезные ребята у них налажена печать это уже не какие там пришлые рекламщики и там агитаторы там не знаю за выборы еще за что-нибудь вот а если в газете пишется еще и обратная связь и статьи именно с этого предприятия то это тоже очень позитивно то есть зачастую если ты раздаешь газету и постоянно пишешь там про другие города там ну это не наше мы вот здесь непосредственно работаем и нам охота узнать вот что-то про наше предприятие что-то такое что не пишется вот на тольцаре заводской газете мы видим как наш директор описывает как у нас хорошо и замечательно у нас рай на земле но мы видим непосредственно вот эти проблемы мы хотим чтобы эти проблемы освещались вот если эти проблемы освещаются то да вы здравые ребята вы тут не просто раздаете если можно к вам позвонить и вы всегда ответите то да мы будем звонить и мы будем сами налаживать обратную связь ну это я как отрицаю рабочих ну вот так вот спасибо омску есть еще добавить по целевой аудитории нет в принципе мы готовы дальше у нас получается два вопроса смешалось это целевая аудитория какие-то дополнительные соображения и фидбэк то есть вот Вадим начал с того что какие моменты приводят к тому что газета заходит то есть что конкретно нам может понравиться Кирилл про это уже сказал может быть какие-то такие есть есть поделиться опытом какие-то конкретные моменты вот часто можно часто услышать например что надо больше юмора в газету там больше газеты кстати да здесь такой момент бывает некоторые рабочие они прямо просят какие-нибудь анекдоты или кроссворды но мне кажется это не совсем уместно иногда потому что им нужна эта газета только для кроссвордов и анекдотов получается так я думаю что тут на поводу идти не стоит ну можете привести какие-то примеры материалов которые прям бахнули темы тематика материалов которые идут заходят да честно я вот отходил от дела и могу чего-то не помнить лучше Семен если скажет я понял или параллельный вопрос может быть форма каких-то материалов наоборот например одна и та же история поданная в виде не знаю рисунка может лучше зайдет ну просто какие-то такие соображения или последнее мы печатали получается как история разговор рабочих ну это было непосредственно мое довольно долго это порядка наверное больше года раздается на моем предприятии у меня есть два товарища знакомых но скажем так они что-то там типа национал монархисты что-то такое интересное то есть до этого газета когда начала раздаваться до этого там навальный пособники госдепа раздается последний раз я услышал такое что профсоюзы это ведь сами рабочие мы сами создавать мы коллектив ну то есть это было очень интересно напечатано было в газете но они уже маленько знают что я непосредственно связан с газетой и было интересно они так многозначительно смотрели читали газету так посматривали на меня и типа ну ребята это круто то есть она вроде как с юмором подается но вот вот такой был вариант ясно спасибо Калуга так ну мне особо добавить нечего если у Ивана может что-нибудь у Калуги не было Ваня знаю и еще это добавим Кирилл еще хотел сказать у нас по тематике по теме я точно помню три материала у нас газета поднялась мы до этого раздавали по сотке на одном предприятии а потом стали по тысяче раздавать по 600 мы там сможем точно первое когда рабочим тупо не выдали заработную плату и мы тут же на следующий день выпустили материал и расписали вот и до что там одна двухсотая ставки им должна идти за каждый день то что они имеют право через 15 дней расписали куда обращаться и так далее и прям просто на следующий день в предприятии выдали заработную плату они реально связали это с нами и после этого прям поднялось вторая вещь это когда у нас там в одном цеху был мастер который матерился там женщин короче обзывал и так далее и тому подобное у нас там параллельно союз вел с ним работу а мы выпустили прям такую серию статей про то что делает мастер с рабочими и как они с ними борются это была прям одна статья вторая и третья я прям запомнил когда мы раздавали второй номер а где продолжение про этого мастера то есть людям прям зашло они говорят некоторые приходили к своим мастерам и тыкали вот если будешь делать мы с тобой сделаем так это действительно зашло вот еще один материал я точно помню это был каучук цех Е2 у них собственно провели этот соулт отняли вредность и раздавали а мы выпустили материал мы нашли старую книжку про это предприятие где рассказали типа что при работе на химических предприятиях возникают какие-то болезни люди не проживают столько-то и когда их заставляют вместо 8 часов работать 12 приводят к тому-то вот казалось бы аналитическая статья но она там зашла очень сильно я знаю что ее там передавали на нефтезавод омский ну и так далее и тому подобное то есть и после этой статей там прям работодатель начал искать эту газету работников и отбирать что вызвало с другой стороны стороны работников обратное движение они начали еще быстрее распространять газету то есть вот это второй номер и третий номер я тоже помню что зашло это когда мы выпустили про полет о том что у них ну отбирают в общем ангару производство ангары и приводят их на отверточное производство и мы рассказывали у нас были звуки о том что это приведет к каким-то сокращениям тому-то самому и так далее и так как это было в тему так как это то о чем общались рабочие и так как инет давала цифры плюс мы рассказывали что в случае сокращения если их нельзя предотвратить то надо бороться ну наверное не закрытием предприятия его нельзя а требовать просто больше зарплат при увольнении этот номер тоже разошелся вот три номера после которых ну прям взлетало то есть мы грубо говоря до этого раздавали сотку приходили и тут прям люди я не знаю подбегали брали у нас кучу и все мы побежали раздавать вот я помню такие номера то есть все сводится к своевременности и уникальности информации и плюс она должна прям вот в эту аудиторию запрос прям попасть эксклюзив да если можно я добавлю как раз вот по первому вот этому случаю Кирилл ты очень проницательно сказал что видимо люди связали что газета вышла и вот зарплату это действительно архаичное сознание оно действительно присутствует в целом ряде ситуаций и как раз здесь это очень важно что иметь в виду нужно ловить следующие ситуации когда ваши газеты выходят и опять зарплату выдают или что-то происходит то что иначе интерес будет падать но вот увы вот есть механизмы надо их учить в день получки да да кстати да нет получается за два дня да выдадут ли получку по поводу материалов актуальные материалы в последнее время казалось бы банальные темы сбитые то есть просто статьи на тему сейчас заходят очень хорошо это что такое чем отличается индексация заработной платы от реального содержания заработной платы повышения то есть вот этот момент не понимают люди разжевывает вот это вот интересно возникает потом разница между именно зарплатой и стоимостью рабочей силы да то есть сейчас по регионам у нас есть такой момент мы по регионам рассчитываем стоимость рабочей силы это вообще на ура заходит где сколько стоит рабочая сила когда там разговор идет двадцать тысяч платить или двадцать три а тут выясняется что надо платить сто пятьдесят или двести то есть вот эти за просто вот ну надо же как это вот вот сейчас это просто на повестке дня просто объяснить вот эти вот ключевые понятия которых люди сейчас и не догадывают что такое есть ну кстати да я просто чуть-чуть добавлю в тему вот когда была тема с соутом по-моему она год или два была вот они внедря люди же абсолютно не знали мы тогда еще в союзной авигаторе выпустили материал про соут где сказали вот первая урядность вы будете получать второе вот за второе это и вас переводят вот так там просто была табличка и просто была расписан номер и их просто расходился его в ФНР его два раз распространяли ты спрашивал просто про форму я вспомнил просто потому что мы нарисовали диаграмму в которой было понятно у кого была такая вредность какая сейчас и что они потеряют о вот это классная тема вообще и это в принципе каждый профсоюз должен вести вот эту тему что в табличке показывать что есть что будет и что они потеряли если там поменялось вот это вот аттестация соло ушло на минус и вот когда эта таблица не то что там читаешь какой то что ты читаешь и ничего не понял а когда у таблицы вот было есть поэтому тему про то что нам на скатерсе сидеть у нас тогда что он сказал что он вывезел карашину табличку и в нее заворачивал газету когда ел у него все время она была не трогайте это мое короче это он говорил это то что у меня отобрали я прям запомнил эти слова это то что у тебя отобрали вот ребята вот опять скажу вам я получаю со стены удовольствия потому что мы начинаем реальные выкапывать вот эти эффекты и я тоже вот очень во первых про вот эту табличку мы кстати сделали тоже у нас их профсоюз большой наш профсоюз вот тоже результат и там до индексации после потому что там связано было с понижением премиальной части тоже смотрели по цифрам людям это очень нравилось точно так же отрывали там листочки себе и вот то что григорий вот насчет реального содержания заработной платы это методика которую Михаил Васильевич Попов как раз разработал насколько я помню еще там лет тринадцать где-то так назад это он с докерами как раз ты первую задавку одно разработало да 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 с ней как раз проходил и я вот знаю что вот в социалистической среде там достаточно часто ее критиковали но я слышал довольно много но можно там цепляться к самой методике это даже не важно важно другое вот ты правильно отметил вещь люди привыкли жить ну как бы сказать они привыкли недооценивать свой собственный труд самих себя это же связано с самооценкой человека а тут им а скорее это их убедили да они привыкли потому что их убеждали убеждали естественно да вот но вообще вся система отношений такова что смирись с тем что со своей это и участью и живи а здесь вдруг альтернатива которая просто открывает новые горизонты это громоподобно поэтому действительно это реальная мощная штука ну да да если показать то это вот сейчас вот например сейчас по Армавиру вот ручно таблицы вот рабочее дело да и таблица что зачем то есть человек рассчитал на месте сколько стоит рабочая сила непосредственно в Армавире вот здесь таблицы есть и расчет почему сколько стоит здесь конкретно общей суммы рабочий должен получать если они работают вдвоем с женой и трое детей соответственно по 130 тысяч а вот еще такой момент да ну вот на самом деле ну наверное бывает такая ситуация что работники как бы знают что их обманывают да и в принципе выпишите что ну что да там мы знаем что здесь обман там обман да и индексации нет например да вот но а что делать то да как бы обманники спрашивают то есть такие материалы публиковались заходит на него все как значит ну то есть как реагируют ну здесь же газеты идет планово то есть газете не говорится не только там расчет заработной платы то есть здесь идет не только о том чего добиваться но и всегда в газете идет как добиваться приводится примеры именно положительные где на местах с помощью чего добились там повышение тоже заработной платы именно не только индексации но и реального содержания И до каких цифр? Приводятся примеры, как рассчитывать, насколько могут профсоюзы, боевые рассчитать и требовать именно от работодателя повышения заработной платы, просто из открытых источников посмотреть доходы и рассчитать, насколько они вообще могут претендовать. То есть это идет работа, это все в каждой газете. Вот это мы должны добиваться, вот таким образом это надо добиваться. Основная тема сейчас это коллективные договоры, что у нас с профсоюзами, с КТР, когда я на учебе сижу, там основное идет то, что ты должен прийти на предприятие и слушать, чего они там хотят и тому подобное. Но здесь идет другой момент. Вот я в профсоюзе действия медиков, я все делал, как говорили, раздал бумажки, анкетирование провел, чего хотят. И люди оказались сужены в своих хотелках, обычных бытовых, буквально до 10 пунктов. А вот этого всего кругозора, чего можно, у них нет. Поэтому, когда я сейчас, например, прихожу уже с готовым коллективным договором, ну проектом я так называю, да, проект коллективный договор, в котором хочу пообсуждать с ними, там уже 300 пунктов. Обычный человек, который не в этой теме, он этого не может придумать, понимаете? На чем, опять же, да, вот я просто брал коллективный договор докеров с медиками, очень близко это все. Ну, я не говорю, что прям вот 100%, ну процентов 75 я взял из докерского договора. Я говорю, что я уже иду от целого к целому, то есть у меня уже есть проект, я со своими коллегами обсуждаю, то есть, ну и это тоже все отражается в этой газете. Ну вот, например, то есть я говорил, что вот телефон я свой, вот я нашел непосредственно уроки метростроя, это писал я статью, вот внизу конкретно мой телефон, почта указана для связи, плюс я открыт. И это тоже какое-то доверие в газете, что это не какое-то что-то абстрактное, там, плюс я с ними конкретно разговаривал, мы там, мы о физиономии там на видео, и все понимают, что я открыт для общения, и ничего за мной не стоит, никакого гостерна. Давайте, давайте все-таки возьмем, почему, потому что у нас осталось 15 минут, а со мной, вот. Все. Ну, можем потом решить продолжить, но это уже надо отдельное. Вот в эту же как раз тему, действительно, работники, ну, преимущественно люди простые достаточно, и для того, чтобы лучше усвоить материал, необходимо им его подготовить, структурировать. То есть, там, таблица, схема какая-то, да, или вот у нас был такой профтек помог. То есть, мы взяли и, значит, отсканили тексты, там, переписка, которая была, значит, заявление в профсоюз, профсоюз работодателю, затем переговоры, работодатель в результате удовлетворяет. Вот там, тут здесь было регулярное занижение числа фактически от работных сверхурочных часов. Ну, вот, и люди как раз откликались вот на этот материал. Они говорили, мы сделали так же у нас в филиале, и все. Просто взяли и шаг за шагом. Вот эта простота, она действительно необходима. Тут возникает даже, понимаете, возникают вопросы, кажется, простота, для нас это все понятно, но, я еще раз говорю, удачный пример, для каждого сказка «Колобок» для кого-то читается первый раз. Понимаете? То есть, даже написать банально заявление, или протокол, первый протокол учредительный, там, для своего профсоюза, понимаете, это возникает вопрос, а как это делать, и все. Не знать, как делать, и вот эта бумажка, которая, ну, по большому счету, не особо и влияет для создания первички, все это камень преткновения. То есть, звонки идут просто, а что писать, а какую бумагу оформлять. Точно. Можно вопрос задать участникам изданий не локальных, а глобальных, типа «Факел» и работающих на несколько регионов ваших? Как сочетать конкретность и эксклюзивность материалов для каждого отдельного завода и федеральный масштаб распространения? Ну, конечно же, у нас нет. Ну, и сама суть вопроса, как бы, об этом мы подразумевали. Как можно отбежать региональным, какому-то эксклюзивным, да как для конкретного завода делать? Можно написать про метростроенную, как о совершившемся событии. То есть, то, что там было. То есть, федеральная газета будет неинтересна работникам, которые получили? Нет, нет, нет. Будет интересно. И даже дело не в этом. Мы как бы должны поддерживать все начинания работников, ну, вести коллективную борьбу. Ну, вот, например, я еще раз приведу этот докер, да, 2014 года. Конкретно повлияло. То есть, если идет что-то массовое, если к нам обращаются и нужна помощь, либо мы понимаем, что здесь вот конкретно нужна помощь и успеваем туда подъехать, естественно, идет конкретный материал на это. Но, по большому счету, еще раз говорю, ну, вы сами почувствуете, мы находимся в начале пути. То есть, для всей страны интересны материалы по расчету стоимости рабочей силы. То есть, там это должно сочетаться и одно, и второе. Опять же, идут с мест, ну, партия большая, соответственно, с мест идут материалы, и от коллеги видят, вот это вот вообще просто, это можно поставить как знамя в эту газету. Вот конкретно этот материал, он по тому предприятию, что творится. Ну, просто вы говорили, что у вас периодичность издания месяц. Месяц, да. То есть, в самом худшем случае, спустя, там, три недели после конфликта у вас появится газета, если это какой-то неружеский конфликт. То есть, это очень большое опоздание для этого дела. Первое, что приходит в голову, это местное приложение. Есть общая газета, есть местное приложение, которое выпускает местные ячейки. У вас что-то подобное есть? Такого нету. Есть непосредственно член партии, который выходит на предприятие и работает непосредственно. Уже с различными материалами и там подобные. То есть, ну, уже по месту что-то можно сделать. Кирилл, ты что-то хотел сказать? Да, по поводу соединения в локальном регионале, две вещи я помню точно. Первое, это когда, все равно у всех проблемы более-менее одинаковые. И когда, допустим, в тему большой проблемы, например, то, что людей заставляет добровольно уходить на сверхурочку, когда, ну, типа, ты останься, а если не останься, то тебя уводят. Мы приводили прям пример из всех регионов, где мы раздавали. То есть, была общая, а заглавная проблема. И снизу шли прям конкретный пример. Это зашло. Вот один из форматов. А второй из форматов, вот он правильно сказал, Георгий, знамя. Действительно, если есть какая-то шляпа, ну, грубо говоря, вот где-то что-то взлетело, людям всегда круто почитать, как у кого-то что-то удалось. Ну, а вот как у кого-то что-то не удалось, людям не очень хочется читать. А вот как у кого-то что-то удалось, они прям читают с радостью. Если где-то кто-то прям добился победы, еще лучше, если отличная победа, если по профессиональным рекламам, это прям расходится. Фордовский материал, я извиняюсь, расходится, ну, как бы, пирожком спустя сколько-то лет. То есть, людям все равно клево читать фордовский. Вы? Последний выступатель, иногда хорошо, Кирилл все за меня сказал. Я полностью поддерживаю. И вот эти, именно, успешные материалы, это просто круто, да. Продолжай, что может быть. Что-то, да, предлагаю на этой кристинной ноте к итогам переходить. Ну, я думаю, что... Так есть у нас какой-то рецепт, да, как сделать газету успешной, да. То есть, ну, вот, это основной вопрос, да, как бы, выяснили мы на него ответ или не до конца? Не до конца. Не до конца. Да, у меня тут еще что сказать. Мне кажется, я очень с большим интересом послушал вот Григорий то, что ты рассказывал, и я понял, что мне нужно, у вас сайт же есть, да, за рабочего дела? Все. Надо забраться туда и смотреть. Вот. Вот, действительно, вы там нащупывали сейчас какой-то формат работы именно в масштабах даже целой страны. Это очень любопытно, я обязательно буду смотреть и, может, изменю свое мнение. Вот. Пока что у меня, пока предварительно, мнение вот какое. Мне кажется, что регулярные издания, газеты, нацеленные на какое-то предприятие, это слишком большие вложения с минимальным эффектом, ну, не оптимальным, короче. Эффект меньше, чем хотелось бы. Мне кажется, что расчет на то, что забывают и все время смотрят как на чужаков, он ошибочный, мне так кажется. Если редко, но метко, если материал именно по острому вопросу, и это дорога ложка к обеду, что называется вовремя, то это как раз достаточно. И тогда получается, что упор нужно сделать на тестирование ситуации на предприятиях, и вот где-то что-то начинается, подгорает, сразу же туда обращаться. С целевым номером именно для них. И, может быть, маленькую хронику еще, кстати, вот у Факева шикарное было приложение, ну, в прошлые годы, я вот на группе ВКонтакте посмотрел, для меня это просто классно. Хроника именно за месяц там идет такая, вот. И я бы ее тоже использовал вот в таких целевых выпусках для отдельных предприятий. И, ну, я говорю, рабочие люди практически, как приложение, как приложение, успешных. Не плачь и расслабны, а именно раз тут по башке дали там директору, тут выплатили зарплату, и все. И проблема самих этих рабочих. Вот, это мое такое сейчас предприятие, я могу изменить свое мнение. Вот надо посмотреть, обязательно ваши будут. Я принес газеты, могу тут раздать, мы еще в машине. Давай. Ну, сейчас принесу. Давайте. У кого еще какие-то значения, итоги? Мы подводим итоги, что вы узнали сегодня в голове. В Скайпе, Омск. Ребята из Скайпа, Омск, Калуга, Барнаул. Ну, что сказать, что еще просто, как сказать, много упирается в вопрос ресурсов, как бы, да? То есть объединение ресурсов вокруг газеты, материальных, в том числе, да, финансов, чтобы расшириться, расшириться, именно, ну, больше охватить объем, да? Да, приходится, вот, не то, что собирать деньги, да, как бы, ну, любой способ, да, их собирать все равно приходится. В том числе, через газету, да, как обозначать нам реквизиты и так далее, именно предлагать рабочим, садим, поучаствовать своими финансами и все такое прочее. Потому что сейчас, вот, например, ну, сколько, я уже говорил, для Калуги мы можем заказать и позволить, ну, где-то, не более тысячи номеров, да, напечатать сами где-то там, вот. Ну, типографским способом, да, где-то там, на рисографе. То есть это, опять же, затраты и так далее, и так далее. То есть у нас номер, получается, один, где-то, в районе трех с половиной рублей. Это очень дорого, и это... Вот как этот вопрос решать, пока, вот, не очень понятно. Расширяться сами. Расширять свое влияние на каких-то заводах, вступать в какие-то контакты именно с уже действующими профсоюзными организациями. Нужно ли это им будет или нет, насколько нужно. То есть поддержат они это сами или нет. Или это просто будет непосредственно рабочих через головы какой-то профсоюзной бюрократии. Даже, пусть это будут даже ГТНовские профсоюзы, они тоже могут это не поддерживать. Вот. То есть как-то вот так. Ну, это просто чисто мои мысли сейчас, которые мы побежали с каких-то минуты. Вот. Все, ладно. Да. Это как вопрос может быть, или как-то, ну, не знаю, как это можно. Я согласен. Да. Вопросы финансирования тоже довольно актуальны. Получается, маленькая группа активистов, ну, просто не получится выпускать большие тиражи и отхватить множество предприятий. Приходится, да, приходится делать акцент на какие-то основные, на небольшое количество, это во-первых. Во-вторых, ну, да, надо подключать рабочих, чтобы они аргулел тут даже не как опыт газеты, а чтобы они, получается, каждый мог сказать, что, а я вот делал вклад в выпуск этой газеты, я вот там, ну, пускай там 100 рублей, 200 рублей, но я вложился, и она, ну, как и рабочему, так сказать, я вложился, и газета выходит еще за счет того, что я помогаю. Да, ну, кстати, факели обозначаются, да. Да, и... В каждом номере. Да, и вот актуальность, вот именно для данного региона, ну, у нас выходит еще приложение защиты, наших региональных, ну, наших региональных, ну, там наиболее вот именно омские новости, а факел, получается, это уже такой большой срамат, вот, ну, вот так вот. Спасибо. Еще кто-то в скайпе написал, что готовы высказаться. Да, 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 мы тоже из Омска. Я добавил бы еще, что для того, чтобы все это было успешным, нам необходимо почаще, значит, контактировать друг с другом и координировать свою деятельность. Тот же факел, нажимаем, это газета межрегиональная. И региональные группы могут, во-первых, сформироваться на основе факела, если их нет. То есть для того, чтобы его раздавать, распечатывать, это все-таки требует определенной организации. Во-вторых, могут почерпнуть оттуда рецепты, как делать газету уже свою собственную региональную. Я здесь не рекламирую факел просто как пример. Я считаю, что чем шире будет связь между нами, тем лучше мы сможем освещать события, которые происходят во всей стране и выделить что-то общее у них всех. И тем самым людям лучше раскрыть глаза на особенности капитализма именно российского. И еще мы тем самым сможем накопить опыт объединения по всей стране и распространить его на соседние. Спасибо. Мое общее впечатление. Мне, кстати, я даже получил больше удовольствия, чем ожидал от нашего сейчас разговора, потому что оказалось, что не только у меня здесь что-то интересное рассказать, я с удовольствием слушал, и ребят из Омска тоже, и из Калуги. Вот из омских, вот то, что вначале говорилось, и так мы немножко это пропустили, но мне это кажется тоже важным, один из очень важных эффектов таких изданий, это приведение в адекватное состояние активистов, которые распространяют или выпускают газету. Потому что тогда они понимают, да, действительно, ну вот на это никто не отреагировал, и все. А вот тут зашло действительно эффект, получился серьезный. И основы физиогномики уже какие-то там постигаешь уже, полупсихологом становишься, понимаешь уже лучше, да, на что рабочие реагируют, на что нет. Так что вот это тоже надо иметь в виду обязательно. Хотите свой актив сделать более адекватным? Вот имейте какое-то практическое распространение. Да, согласен? Кадры решают все. В общем, да. Ну, кадры, конечно, уже. Да, на самом деле, действительно, когда говорили по цели, я слышал, что опять, может, я не услышал, но это реально, когда мы делали газету «Факел», то на самом деле идея была следующая, что мы только делали как бы первички, ну типа по органайзерному методу, а там в органайзерном методе есть такая штука, что каждый должен дать какой-то маленький кусочек задания, который он выполнит, и потихоньку будет подниматься. И мы думали, что работа в газете, это будет для активистов, как бы вытащить такого маленького задания, которое они будут делать, они будут видеть результаты, это будет их поднимать, и это не просто, ты как бы пришел к проходной, пообщался, ушел, ничего не получилось и так далее. И этот эффект реально сработал, то есть это лучший, наверное, из эффектов газеты, который есть. Он действительно организовал людей на местах, он действительно заставил заниматься какой-то работой, получать от нее какую-то отдачу, как-то оценивать, и как-то социализироваться, считать себя важным человеком, и эту функцию, наверное, газета выполнила. Вот. А по поводу второго вопроса еще хотел добавить, и то, что здесь обсуждалось. Вот я на свою практику, чего точно не увидел, когда работал в газете, и вообще сейчас, наверное, считаю, что это невозможно. Люди действительно идут на какие-то действия после статей, но на самые простые. Вот что-то более сложнее, там, сказать им, действительно, идите и организуйтесь, для того, чтобы решить, и там даже расписывать, они не идут, только пример. Вот просто, ну, это из моего опыта только. Вот если они прочитают из газеты, что там, я не знаю, для того, чтобы побороться, там, не знаю, с мастером, с работодателем и так далее, нужно сделать то-то, то-то, то-то. И вот есть какая-то планка, за которую они не уходят. Ну, это из моего опыта. То есть, слова не толкают их на переход за какую-то планку. Столько вот здесь. На горовой революции не очень-то. Да. То есть, ну, вот реально, есть какая-то планка, мы прямо ее нащупали. Вот если ты за нее переходишь, даже доверие газете теряется. Вот они вот, они хотят, чтобы она шла в каком-то их контексте и сильно не прыгала через голову. Если она начинает сильно прыгать через голову, вот прямо видно, начинает какой-то юмор, посмешивание идти. То есть, высмеивание газет, как какого-то такого, через чур прыгая, ну, как, через чур прыгнул через голову. Вот я видел на практике, наверное, вопрос вот такой есть.